Мы куда едем? Куда-то, никуда, непонятно куда. Это гомновоз Надежда. Господи, здесь он комаров. Сегодня удивительно вообще на море. Кряк приехал, закончился бензин. С бензином! Как ты мог прописать? Ну это вообще... Пока, в общем-то, делают мне машину. Там идет какой-то ремонт кардана. У меня же полный привод машина. Мы со Снежкой приехали в лавину. Снеж говорит, пошли, просто погуляем, отдохнем. Выходной день. А, смотри! Что? Маленькие платьички. Это принцесса. Для тебя, как раз ты влезешь в них. У нас начинается необычный день. Потому что мы большой командой. Фикус, Серега, я и Снежка. Мы куда едем? Куда-то, никуда, непонятно куда. Это тот случай, когда мы едем вообще неизвестно куда. Это нормально. То есть спонтанно, спонтанно, в общем-то, собрались. Мы здесь решили, порешали свои максимально дела. У меня там сегодня должна быть доставка. Но все решил, мама там все примет. Будет у нас у нее новый холодильник. Но мы решили поехать в сторону Одессы. Фикус, Серега уже отдыхали. Они еще решили отдыхать пока лето. А мы еще с Снежкой особо нигде не отдыхали. И мы решили, в общем-то, поехать отдохнуть в сторону Одессы на море. Это хотя бы на 4-5 дней. Думаю, что мы получим море удовольствия. Едем вообще не знаем даже куда. Просто пока в сторону Одессы. А там уже на месте решим. Ну, думаю, нормально потусят блогеры. Мы со Снежкой, в общем-то, сделали себе вообще из Серегиного бусика люкс-бусик. Тут можно вот так вот у Сереги складывать под ноги. И вообще как комфортно ехать, да, Снеж? Вот так вообще путешествовать классно. В Субарике, конечно, так не посидишь. А здесь прям даже с моим ростом метр девяносто. Просто круто. Короче, у нас со Снежкой тут элитные места. Мы разложили диванчики. Здесь так, что можно лежать. Есть один момент у Сереги. Я не могу пристегнуться. Это штука, ремень безопасности. Не вылазит. Я его нежно хватит, подергиваю. Чтобы мне-то может быть его раз, оп, оп, чуть-чуть двинул. Показываю 333 километра до Одессы. Три тройки. Надеюсь, что это на удачу. Я уже, в общем-то, вот еду. И минут 20 пытаюсь пристегнуться. 20 минут пытаюсь пристегнуться, ребята. Доедем до Одессы, как раз пристегаемся. О, тихо, тихо, тихо. Это уже практически процентов 80-90 успеха. Я буду просто до конца. Ребята, это говновоз Надежда. Если вам кажется, что уже все засрано. И вы плаваете в говне, вызывайте Надежду. Она спасет вас. Вот это я снимаю влог. Я снимаю влог. Мы уже проехали, ребята, полпути. Остановились в ресторане Питерина. Это Серега кушает мороженое. У Витя вообще дыня на палочке. Уже полпути прошли, и солнце по нему заходит. Сейчас буду, в общем-то, ехать я. А Серега будет смотреть, куда мы точно едем. Потому что мы сейчас сами не знаем. Все, Серега уже половинку отъехал. Поэтому теперь он отдыхает. Рассказывает на свой вложек. А сейчас, в общем-то, буду я ехать. Видите, как тебе отдых? Прекрасно просто. Я еще никогда так много не ходил вдоль побережья. Мы, ребятушки, в общем-то, приехали. Но нигде нету места. Ночь. Это говновоз Надежда. И негде тупо поселиться. Мы нашли только одно место вроде бы. Такое себе. И мы не знаем, что делать. Правда, не знаем. А вот и наш номерок. Пока что на один день. Вот будет здесь Серега с Витей. Здесь для четверых побухать. Тут, в общем-то, у нас холодильничек. Шкафчик. Оп. Ну, большая. И также, ребята, пока временная спальня у нас со снежкой. Вот так вот. То есть уютненько, простенько. А там у нас, ребята, море. Доброе утро. Мы проснулись. Выглядываешь так в окошко. А там уже море, ребята. Сейчас мы пойдем искать еще какой-то другой номер. Покушаем. Потому что этот номер только на один день. И здесь так себе Wi-Fi. Вот. Плюс у нас он совмещенный. Тут Серега снимает еще. Смотрите, ребята, что это все выглядит. Вот так у нас есть балкончик. И мы сразу же на пляжу. Выглядываешь? Ну, людей, слушайте, немало. Пляжи реально немножко забиты. Водичка. Такой, знаете, хороший летний бриз, воздух. Хоть немного летом отдохнем. Потому что реально мы летом вообще не отдыхаем. Вот вообще не отдыхаем. Если Серега хоть где-то, или они ездили летом, хотя хоть где-то, ни хрена себе хоть где-то отдыхали. Все летом отдохнули, везде покатались. И летом весь мой. Вообще отдыхают. То мы как-то вообще прямо ни хрена не сделали. Зашли мы покушать. Знаете, у вас такая странная ситуация. Мы на завтраке опоздали, а на обед еще не успели. Мы застряли, да. Во времени. Короче, нет ничего. Картошка еще не выросла. Это только через 20-30 минут вырастет. Вот, поэтому мы выбирали из того, что есть. Йоперный театр. Это что? Это все раздвижное. А, пальцы свонечки. Он продавил пальцы? Снимай же. Вот, ребятушки, наш номер на 4 дня. Обычная такая вот уборная. Кондишн, телик, холодильник, все есть. Двуспальная кроватка. И вот такой вот выход на море. То есть мы выходим. И мы вот сразу, видите, тут вообще такой небольшой пляжик. Тут не сильно все вообще заставлено. Никто типа по головам не ходит. И вот так вот спокойно тут отдыхаешь и купаешься. Как вам, ребят? Очень хороший номер. То есть такой проснулся на кровати. Встал. Я такой, о, хорошо, хорошо. Но сегодня какие-то волны большие. Ох, и у нас комаров в номере. Ребята, это просто звездец. А сколько их на вот тут населилось. Вы посмотрите. Просто посмотрите. Вся дверь кишит ими. Мать моя, женщина. Ёперные. Господь. Сизюка комаров. Офигеть. Вот вы сейчас как раз можете увидеть комара вблизи. Какое их количество. Ё-моё. А сверху. Ой-ой-ой-ой. Блин, мы, ребята, включили тут вот штуку. Я не знаю, как она начнет работать. Вот та жопа просто в номере. Была, наверное, дверь открытая. И они за секунду, за минуту, не знаю, налетели. Такое количество, что просто звездец в номере просто находиться нереально. Нашли мы со Снежкой интересное место. У нас вот в небазе. Говорили, что здесь негде отдохнуть. Ребята, это негде отдохнуть. Музыка, дискотека. Очень даже приемлемые акценты для того, чтобы отдохнуть, как для курорта. Вроде бы неплохо. Я надеюсь, что Серега свинку самоценит, потому что они будут жить рядом с нами с завтрашнего дня. Там освобождается номер. Им на один день пришлось снять в другом месте. Ну, вот такое симпатичное, я считаю, место в Затоке. У нас, ребятушки, такой вообще, ух, такой длинный кальян. Я впервые такие вообще кальяны видел. И еще он советский. Вот, он старый, он без продувки. И честно скажу, блядь, это хреново на нем курить. Он старый и нету продувки, а продувка реально мешает. Вот, плюс табак, щербет. Не знаю, кому-то щербет нравится. Я раньше его тоже курил. Если его хорошо сделать, его можно курить. Но в последнее время мы с Снежкой курим только в фумаре, потому что он максимально легкий и вкусный. Пришли мы снова, ребята, брать шаурму. Капец здесь вообще идет в цех по производству. По 10, по 15 шаурмы они клепают. Это все здесь. Быстрее снова вешки в центр погулять. Ну, что я могу сказать. В общем-то, наш отдых подошел к концу. Сейчас мы будем собираться уже ехать обратно в Киев. Сегодня удивительно вообще на море. Появились бананы, чтобы кататься. Вот классно, знаете, вот сколько дней мы с ней тут были, не было бананов. Я бы сейчас покатался бы на этой всей херне. Но мы уже едем домой. Плюс вообще нету волн. Прям классная, классная, шикарная погода. Вон собираются толпы для того, чтобы кататься. Ну, а мы уже вечером будем в Киеве. Работает, ребята, работает, снова работает. Честно, я уже соскучился по Киеву. Я понял, что мне как раз где-то вот 5 дней с головой для того, чтобы отдохнуть. Максимум неделя. Две точно не для меня. Неделя для меня идеальный отдых. Все, наконец-то мы выехали из Одессы. Теперь мы, в общем-то, заехали перекусить. Какая-то огромная, огромная просто заправка ВОГ. Не знаю, похоже очень чем-то даже на Макдональдс. Но очень много людей. И уже нам останется только ехать по прямой. И уже к вечеру будем в Киеве. Эх, ребятушки, впервые такой ситуации. Ехали бы, ехали на машине. Серега говорит, загорится какая-то лапочка, как будто мало бензина. Я говорю, Серега, мало бензина. Таедь! Хряк приехал, закончился бензин. Машина осталась хрен знает где. Я словил маршрутку-попутку. Доехал, чтобы заправить хотя бы 5 литров соляры. Сейчас перейду через дорогу. И буду двигаться в обратном направлении. Ну, в жизни разное бывает. И обидно. Но ничего. Ничего, главное в эти моменты не отчаиваться. Думать, как решить проблему. И все будет нормально. И главное, аккуратно переходить дорогу. Вот здесь зебра. А где перейти, это вопрос уже. Опасно, конечно, ребята. Я прибежал. Ну, что вы. С бензином. С номером машины. Мы вели дизелем. Это дизель. ДП. Диспал его. Да. Ну, представьте, что мы немножко, в общем-то, отдохнули. Ну, это так ножками потоптались и так далее. На самом деле, я все... Я как бы хочу покататься. Ну, сейчас ты поедешь, все. Да, да, да. Сейчас зальем волшебного дизеля. Мы чуть-чуть отъехали, потому что, видишь, припарковались. А как ты отъехал? Ну, мы и так. Толкали, ну, отъехали. Короче, друзья. Андрюха привез нам бензина. Вот, видишь, сколько? Дизеля, вернее. А я лайфхак сделал вот такую лейку. Потому что Андрюха лейку не привез. Ну, там ее и взять, наверное, не где было. И сейчас будем надеяться, что нам оно, ну, как бы, поможет. Сейчас карчуги машина унесла, Серега. Не поносит, сломалась маршрутка. Закончился бензин. Ну, бывает. Точнее, закончилась соляра. Ну, я не растерялся. Грустно, но нашел маршрутчика, доехал. Купил баклажку от какой-то мойки стекол. Залил туда соляры. Перешел в дорогу, нашел другого мужичка. Спасибо большое, что меня подвез. Ну, и, в общем-то, участвует, все заправляется. Ничего, ребята. Даже если в жизни бывают трудности, главное, чтобы вы умели спокойно это все решать. Подержи. Как-нибудь, чтобы оно не вылезало туда. Просто как-то... Только, чтобы я на тебя не это выкрыл. О, е! О, спасибо, говорит. Пошло? Ну, конечно, пошло. Говорит, о, спасибо, Серега интересный. Как оно вкусно. О, боже. Как ты мог пропитать? Это вообще... Я не знаю твою машину. Большая, большая. Потому что летит 160, понимаете? Он 160 летит. Так мы уже были в Киеве почти. 150 километров, мы уже в Киеве. Напишите в комментариях, реально ли летать 160 как он. По мне это... Я ехал, не волновался. Реально летал. Мне это не нравилось. Я вообще... Скажите, Андрюхе, что он так убьется, если так летать будет. Пытаемся, ребята, завестись. Пять литров, в общем-то, залили. Ну, что-то пока не хватает, чтобы завестись. Ребята, у нас получилось. Машина завелась. Завелась машина наша. Пять литров соляры за слой, как на ура. О-о-о-о-о! Чудеса! Мы и так бы поехали. Практически, ребят, ну скажи так, у нас был где-то 30-минутный перевал. Знаете, такой 30-минутный отдых от дороги. Зато, в общем-то, мы решили проблему. В жизни разная база. Вот Серёха тебе рассказывает. Помню, как-то ехали мы. Чент ехал 160 и высрал мне весь бензин. Потом бегал на соседнее село, покупал бензин. Ехал с соседнего села обратно. Я себе попутчиков нашел, поговорил.